Одной из лучших белорусских спортивных команд в последние годы считается национальная сборная «Погребли» на Байдарках и Каноэ. Одной из лучших спортсменок этой команды – Елена Ноздрева. Выдающаяся каноистка, которая начинала свою спортивную карьеру с помощью тренеров Александра Вадимовича Гинтофта и Сергея Ивановича Зборовского в Мозорском филиале Гомельского училища Олимпийского резерва. Затем в сборной команде под началом по лыгочему Драгеле, а позже и по сей день под рукоством Владимира Владимировича Шанторовича, Лена гребет своим успехом, а они у Ноздревой выдающиеся. Учебно-тренировочные сборы у нас начались в городе Мозоре под руководством Владимира Владимировича Шанторовича. Здесь мы пробудем до начала февраля, после уже отправимся на учебно-тренировочные сборы в Турцию, где там уже будем начинать ходить на воду. Сейчас у нас больше силовой блок, игровой и бассейн. Елена Петровна стала одной из тех спортсменок мирового класса, которая наиболее сильно пострадала от переноса Олимпиады в Токио. На год. В 2019 году Мозорянка выиграла европейские игры в Минске, в кану одиночке, дистанция 200 метров. Олимпийский вид программы. Казалось, следующий год. Олимпийский должен был возвести Лену на пьедестал, а нет. Пропуск соревновательного международного сезона сказался. И Ноздрева на Олимпийских играх, которые состоялись, как известно, в 2021 году, не завоевала медаль. Причем уже осенью на чемпионате мира в Копенгагене наша собеседница собрала весь комплект медалей, победив четверки, заняв второе место в двойке и завоевав бронзу в одиночке на 500 метровой дистанции. Будем надеяться, олимпийская неудача – случайность, в чем нас убедит Елена Ноздрева на Олимпийских играх в Париже. Да, Токио сложилось немножко не лучшим образом. И поняли, мы в гребле не после. Это очень грустновато, то, что ошибка случилась на Токио. Но я думаю, впредь таких осечек не будет. Мы нашли корень проблемы, исправили. И надеюсь, что Париж будет не мечтой уже, а в действительности мы туда поедем. Спортсменки суеверны, посему Лена не стала говорить об олимпийской медали, подразумевая – под поедем – завоюем. И вот не превратилась ли любимая гребля для Ноздрева в исключительную работу и как долго планирует радовать своих поклонников искусством гребли на Каноэ Елена Прекрасная. Ну, первое хочу отметить, что гребля – это не работа для меня, это смысл жизни. То есть, как однажды случайно мне повезло в нее прийти, так сейчас я пользуюсь этим шансом, который был мне дан. Поэтому сколько будет в моих силах, я все дам и сделаю, чтобы быть лучше и лучше. Отметим, что Лена всегда с удовольствием сотрудничает с прессой, понимая, насколько это важно в плане популяризации спорта. В целом, любимые гребли в частности. И, дорогие телезрители, не пропустите гребную регату в Париже. В 2024 году заезд женского Каноэ на дистанции 200 метров. Там будет на что и на кого посмотреть.